Сегодня у нас велик не из спортмастера, а у нас сегодня стингер. Сейчас распечатаем, посмотрим, что это такое. В таком виде велосипед достается из коробки. Мы его распечатываем. Сначала мы все колеса протянем, чтобы крутились хорошо, потому что сейчас вообще не крутится. Перевернем вынос, отрегулируем рулевую, протянем шатуны, прикрутим педали и после этого будем настраивать уже скорости передачи. Такое качество осей, соромятина, начинаешь контрагаять и все, и срывает просто резьбу. Меняем ось на новом велосипеде сразу же. А так бы где-нибудь в поездке все это расконтрагаялось, развалилось. Так вот выглядит новая ось, сорванная резьбой, и на гайке резьба тоже повреждена. То есть и ось не каленая, и гайка не каленая, друг другу повредили. Колеса собрали, протянули, блин, качество, конечно, пипец. Сейчас и гайки рвутся, и конуса рвутся, и оси, короче, недолго не прослужат. И вот тут даже человечек нарисован в полном обморировании, что вот он едет. Велик не про ростовки явно еще у него. Короче, колеса, оси развалятся. Просто пипец. Собираем мы вот такой вот велосипед. Вот так вот он выглядит, стингер, каймант какой-то, 16. Короче, не очень мне он понравился. По колесам, по крайней мере. Смотрим, что здесь. Каретка у нас на промах, но сейчас везде каретка на промах. Какие-то непонятные. Новый велосипед из коробки я достал. Как будто на нем уже катались много лет, какая-то ржавчина непонятная. А, стальные или алюминиевые? Алюминиевые вроде как шатуны. Жесть какая. Вот такие вот тормозюки СТГ через такой адаптер к стальной раме. Закреплены подножечкой есть. Сейчас будем дальше продолжать сборку. Будем смотреть, но колеса отразительные. Накинули на велосипед колеса. Обязательно тормозные машинки полностью ослабили, чтобы не замять диск, потому что машинки настроены или плохо, или вообще не настроены. Точно так же и спереди. На деле колеса машинка полностью ослаблена, то есть она движется спокойно. Теперь обязательно надо велосипед поставить на землю и уже нормально закрепить колеса, чтобы они сели ровно в посадочные места. На весу никогда, ни в коем случае не закреплять колеса. Ставим на землю, закрепляем колеса, переворачиваем вынос, протягиваем рулевую, устанавливаем руль в нужное положение. И после этого приступаем к настройке. Тормоза настроились. В принципе, без проблем. Очень мягкие ротора, очень быстро гнутся. Нажимаешь, если резко, то прям начинает их гнуть. Покрышка передняя кривая. Колесо стоит, смотрите, как неровно. Видимо, зонт неровно выведен. Я так понимаю, потому что так не должно быть. Покрышка прям вообще кривая-прикривая. То есть резина красивая, но бесплантовая. Задний тормоз тоже все настроилось. Большие педальки платформы. В целом, пока все работает. Сейчас будем передачу настраивать. Велосипед собрано настроен. Переключатели получилось настроить достаточно просто. Здесь стоят микрошифты. И на удивление, они хорошо и четко работают. Такие микрошифты на 6 и на 3. Работают прям идеально, четко. Лучше, чем всякие турне и шимановские. Вот так вот завел я в этот раз рубашки. Как-то здесь оно не очень, потому что ручка вот так. То есть это не комбо ручка, а разное расстояние. Не совсем идеально красиво получилось. Вот эти две крест-накреста тормозные как-то идут неаккуратно. Потому что ручки так стоят. Но в целом нормально. То есть что по этому велосипеду? Во-первых, он очень тяжелый. То есть реально руль и вынос весят 2 или 3 килограмма. Тяжелее, чем весь велосипед. Кривая резина передняя, по крайней мере точно. Задняя вроде бы ничего. Сейчас я попробую еще раз спустить, накачать. Но передняя резина очень сильно кривая. Очень фиговые оси в колесах. То есть оси, гайки в колесах вообще просто отстой. Это первое, что выйдет из строя. Тормоза неплохие, ротора мягкие. То есть, ну, претензии тоже есть. В целом за 10 тысяч, по-моему, 300-10500 неплохо. Но вот с колесами будет беда. А вот вечер собрал его спед. Это Stinger Cayman диск. Вот так вот он выглядит. В принципе, смотрится симпатичненько. Стальная тяжеленная рама. Крылья в комплекте есть. Переключатели работают, на удивление, стабильные очень хорошо. Хотя там самый дешевый турней. И монетки микро-шифт. Ручки тормозные какие-то отдельные. Поэтому тросики, рубашки стали не очень красиво. Очень плохие оси. Прямо сыромятина. Желательно их поменять в дальнейшем, когда начнут люфтить. И мягкие-мягкие тормозные диски. Настраиваешь, 10 раз понажимаешь, они начинают мяться. В целом, 10 тысяч рублей. Такой-то велосипед стоит. Кататься можно.